Ладно, этот душ очень приятный и насыщенный. Я счастлив, что закончила его принимать. Хочу пойти поиграть в футбол с ребятами. На самом деле, я просто шучу. Меня никто не звал играть в футбол, но у меня есть один друг, вернее подруга. Она такая же ботанка, как и я. Мы не самые крутые здесь, но всё в порядке. Давайте просто пойдём к шкафчику. Боже, откуда он взялся? А что девочки делают в раздевалке мальчиков? Дюк, что ты хочешь? Я спросила, почему девочки находятся в раздевалке мальчиков на уроке физкультуры. А ты имеешь что-то против девочек? Он стесняется и не может справиться со своими страхами. Что за ботаник? Эй, ребята, так просто неправильно. Извините, но девочки не должны быть в раздевалке мальчиков. Это неуместно. Мне нужно переодеться. Это не наша вина, что ты не успел переодеться. Ребята, пожалуйста. Ты правда такой уродливый? И я имею ввиду, ты думаешь, что после душа выглядишь немного лучше? Но нет, ты такой же уродливый ботаник. Я думаю, да, ты прав. А нет, то есть, есть... Я не это хотел сказать. Я понимаю, что ты сказал. А, чёрт возьми, он даже признаётся себе, что он уродливый. Уродливый. Пару слов связать не может. Неудачник. Я хочу пить. Ладно, давайте посмотрим, что есть в моём шкафчике. Они украли мои фрукты и шоколадку. Эй, ребята, почему вы взяли из моего шкафчика еду без спроса? Мы ничего не брали из своего вонючего шкафчика. Ага, ещё заразимся. Нам это не нужно. Не врите, у вас есть мой шоколад. Эй, эй, остынь. Ты вытащил вещи из моего шкафчика. Зачем ты это сделал? Это так грубо. Моя мама дала мне снеки с собой. Она купила их в магазине на последние деньги. Да это просто чёртова шоколадка. Я возьму её. Боже мой, что за неудачник. Я съем эту шоколадку. Они такие грубые со мной. Я даже ничего им не сделал. Возьму одежду и переоденусь в душевой кабинке. Выглядит потрясающим. Я люблю этот занудный наряд. Нужно рассказать директору, что девочки в раздевалке мальчиков. Я рассказал всё директору. Думаю, они будут злиться на меня, если узнают. Ой, прости. Вот чёрт возьми, ты чертовски раздражаешь. Почему ты не можешь держать свои вещи как следует? Да ты видел его телосложение. Ему даже книги тяжело носить. Мне жаль, это был несчастный случай. Я думала, иду в правильном направлении. Если бы ты умел думать, такого бы не произошло. У тебя картошка вместо мозгов. Это так грубо. Считай как хочешь. Эй, не сказали девочки в раздевалке мальчиков. Блин, ребята, директор идёт. Я держу пари, что дюк нас выдал. Эй, что вы здесь делаете? Убирайтесь отсюда. О, Джинни здесь. Эй, привет, как ты? Привет, дюк. Всё в порядке. Что у тебя? Ничего. А что ты читаешь? Мы можем читать вместе? Я думаю, мы должны читать вместе. Так интереснее обсуждать тему. А, так, что это за книга? О космосе. Я просто люблю космос так сильно. И мне нравится обилие рассуждений. А тут рассуждение над одной мыслью занимает полторы книги. И в результате порождает ещё несколько тем для рассуждений. Здорово. Да, я согласна с тобой. А что случилось в раздевалке? Я слышала много шума. В раздевалке были девочки. На самом деле, девочкам туда точно нельзя. И я сказал директору, думаю, ребята знают. Надеюсь, со мной ничего плохого не случится. Они же нападут на тебя. Ты так думаешь? Очевидно. Я имею в виду, что они злятся на всё. Почему бы мне злиться на это? Плохая была идея. Мне так жаль. Всё будет в порядке, дюк. Давай просто почитаем. Эй, ты знаешь? Я чувствую это не в себе в последнее время. Говоришь намного больше. И стал более уверен в себе. Случилось что не так? Ничего плохого. А давайте подшутим над этими ботаниками. Согласен. Дюк меня так выбесил в раздевалке. Директор позвонил моим родителям. И настроения нет. Надеюсь, наш план мне его поднимет. Положим острый перец в сэндвич. И дадим им съесть. Я представляю их лица, когда они попробуют это. Здравствуйте. Можно один сэндвич с курицей? Слушай, дюк. Мы были неправы. И хотели бы преподнести тебе вкусный презент. Эм, спасибо. Это неожиданно. Популярная девочка говорит со мной. Я не только популярная, но и самая красивая. А с чем этот сэндвич? С курицей. Люблю курочку. Джинни, ты будешь? Если честно, я не хочу. Ладно, мне больше достанется. Ой, как остро. Дюк, запей водой. Спасибо, Джинни. Неудачники. Ты в порядке? Что они положили в сэндвич? Красный острый перец. Я просто сыт по горло укрёгами, ребят. Им нужно понять, что нельзя быть всегда такими грубыми. И что люди должны обращать на то, что внутри, а не снаружи. Я имею в виду, да, они красивые, но ведут себя как избалованные дети. У меня есть идея. Моя мама работает в парикмахерской. И я думаю, она может сделать тебе лучшую прическу. Это звучит очень мило, но я не думаю, что это хорошая идея. О, пожалуйста, Дюк, тебе нужно это сделать. Просто посмотри на себя, ты же прекрасен. Ты правда так считаешь? Да, пожалуйста, пойдём. Хорошо, хорошо. Давай тогда отложим наши книги, а мы просто уйдём из класса посреди дня. Никто не заметит. Ладно, пошли. Осталось прибраться. Им можно уходить. Эй, мам, перед тем, как ты уберёшься, у меня есть клиент для тебя. Это гость, Дюк. Ты знаешь, я только закончила убирать. Почему ты заставляешь меня делать больше работы? Пожалуйста, мам, послушай. Этот парень очень красивый. И ему просто нужно сделать прическу. Он очень хочет показать этим парням, кто в доме хозяин. Хорошо? Ты можешь сделать это для меня? Пожалуйста, мам. Тогда ты сделаешь мой день. Тебе бы тоже переодеться, дорогая. На тебе пятна. Я знаю, мам. Это потому что я ела гамбургер. Ну хорошо, Дюк. Садись на стул. Мы закончили. Посмотри на свои прыщи. Может быть, тебе стоит позаботиться о коже? Следующая остановка? Спа. Он такой неудачник. Надо было всё рассказать директору. Ага. Теперь мою маму вызвали в школу. И мою тоже. Родители разозлились, когда узнали об этом. И наказали на неделю, забрав мой планшет. Мы должны проучить его. Согласна. Например, избить после занятий. И заставить просить прощения. Что это? Мы собираемся убедиться, что ты выглядишь супер красиво. Не понял. Я имею в виду, ты уже красивый. Но этот уход пойдёт тебе на пользу. Ладно, круто. Но я совсем в этом не разбираюсь. О, ничего страшного. Я сделаю всё для тебя. На самом деле, я умею даже ногти красить и наносить макияж. А почему я никогда не видел тебя с макияжем? Мне больше нравится делать это для кого-то, чем для себя. Думаю, можешь попробовать. Вдруг это подарит новые эмоции. Давай вылечим твои прыщи. Ты уверена, что это работает? Уверена. Маска насыщает кожу питательными веществами. И обладает успокаивающим действием. Это правда приятно. Думаю, мы всё здесь закончили. Попробуй снять маску с лица. Ладно. Вау! Всё так плохо. Нет, ты выглядишь прекрасно. А почему я выгляжу так? Что случилось с моими прыщами? Верни их обратно. Я не думаю, что это мне подходит. Я сейчас выгляжу слишком круто. Кардинальное преображение. Пойдём купим тебе новый наряд. Пусть эти злые не поймут, кто самый лучший. Ты уверена? Да, я скоро вернусь. Мне нужно сходить в туалет. Иди в зону с одеждой. Ладно, понял. Ой-ой, ребята. Как у вас дела? Ты рассказал директору про нас, что мы были в раздевалке мальчиков. Ага, и теперь у наших девушек проблемы. Им запрещают гулять после занятий. Зачем мне это делать? Потому что ты завидуешь нашей популярности. Нет, нет, о чём ты говоришь? Я бы никогда так не поступил. Мы буквально видели, как ты пошёл в сторону кабинета директора, чтобы рассказать про нас. Очевидно, что директор прибежал с криками после тебя, и ты пытаешься сейчас выкрутиться. Ладно, слушайте, я не хотела этого делать. Это был несчастный случай. И вообще, меня заставили сказать всё ему. О боже, ты такой лжец. Никто тебя не заставлял. Ладно, знаете, если хотите, поговорим об этом позже. Мы можем сделать это после школы. Пожалуйста. После какой школы? Ты знаешь, который час? О нет, я пропустил все уроки. Моя мама меня убьёт. Неважно, завтра после школы наши парни тебя побьют. Да, тебе крышка. Будешь знать, как доносить. Пойдёмте из торгового центра, не хочу его больше видеть. А ты не задерживайся завтра, понял? Да-да, увидимся. Я не задержусь. Нет-нет, вдох-выдох. Ладно, всё в порядке. Я просто куплю наряд, который мне посоветовала Джинни. Мэм, я готов купить. Кредитная карта или наличные? Оплата карточкой. Дюк, ты выглядишь грустным. В отделе с одеждой я встретил ребят, и они опять на меня наехали. Что на этот раз? Меня заметили, как я шёл к директору, чтобы рассказать про девочек в раздевалке мальчиков. И теперь они назначили стрелку после школы. Это плохо. А что, если тебе записаться в спортивный клуб? Я как раз собираюсь ходить на тренировки. У меня подарочный абонемент. О, мы могли бы ходить вместе. Я думаю, мы найдём тебе подходящего тренера. И он подберёт индивидуальный план тренировок. Пора поработать над рельефом и нарастить мышцы. Только вот, если я стану инвалидом после завтрашней стрелки, мой абонемент пропадёт. Кстати, там есть отдельный зал для занятий единоборствами. И ещё в клубе есть аквазона с бассейном. И финская сауна. Звучит заманчиво, но вряд ли я стану Джеки Чаном за один вечер. Мне нравится ходить на дорожке. Это действительно крутой способ увеличить выносливость. А давай прибавим темп. Слишком быстро. Я не успеваю. Всё равно ты молодец, Дюк. Для первого раза неплохо. Ты тоже большая молодец. Вы записаны на занятия по единоборствам. Да. Вернее, не я, а он. Это будет моё первое занятие. Расслабьтесь. Самая большая ошибка, которую делают новички, заключается в том, что они не умеют расслабляться. Хорошо. Теперь сконцентрируйтесь на правильном дыхании. Мне кажется, у меня ничего не получается. Не расстраивайся, Дюк. Новичку нужно время, чтобы усвоить информацию, запомнить её и повторить, а уже потом можно будет наращивать темп. А что, если времени нет и завтра меня размажут по зданию учебного заведения? Тогда сегодня я специально для тебя покажу пару приёмов самообороны. И самый первый – это блок. Для выполнения простейшего блока руками, можно перехватить руки противника и сбивать их в сторону. Ладно. Пока Дюк на первом занятии по единоборствам, я собираюсь пойти на танцы. Скоро конец учёбы, а ежегодно у нас устраивают бал, и мне не помешает научиться двигаться. После занятий мы решили восполнить энергию, и я купил нам шоколадки. Держи, Джинни. Спасибо, Дюк. Всего первый день, да? Ага, а сколько впечатлений. Почему мы раньше не записались в это место? Мой тренер показал много крутых приёмов, и я смогу завтра постоять за себя. А я научилась новым танцевальным движениям. О, точно, скоро же бал. Джинни, ты не против пойти со мной на танцы? Я, ам, да, конечно, я с радостью пойду на танцы с тобой. Эх, хорошо. Фух, мне кажется, я так сильно нервничаю, и это слишком заметно. Что ж, Дюк, уже поздно, пора возвращаться домой. Хорошо выспись. Доброй ночи. Этот день настал, пора взять новый наряд. А ещё я возьму крутые очки. Вау, я определённо шикарно выгляжу. Мне не кажется, это Дюк. Эй, ребята, что вы все здесь делаете? Вы должны быть в классе. Эм, Дюк, что с тобой? Со мной ничего не случилось, и я всё тот же старый я. В любом случае, мне есть чем заняться. Нужно подготовиться к занятию. Эй, тебе нужна жвачка? Да, я хочу жвачку. Хорошо, позволь мне взять её для тебя. Вот твоя жвачка. Спасибо, Джинни. Уберу очки в шкафчик, и я не могу носить их в школе. Эй, ребята, вам что-то нужно? Вы так долго пялитесь на меня. Если есть что сказать, лучше скажите сейчас, пожалуйста. Нет, что случилось с тобой за день? Со мной ничего не случилось. Я просто начал заботиться о себе, надел новый наряд и начал заниматься спортом. И я думаю, вам, ребята, нужно обязательно поучиться у меня и записать пару советов. Все люди красивые. У вас у всех просто что-то не так в сердце. Вы были очень грубыми со мной с самого начала, только судя по внешности. На самом деле, правда внутри нас. Я всё тот же человек, просто лучшая версия себя. А если вам это не нравится, тогда вы можете уйти. Хорошо, нет, мы не хотим уходить. Да, мы не хотим уходить. Мы хотим поговорить с тобой. Эй, девочки, куда вы уходите? Нам очень жаль, что так получилось, Дю. Давай я заглажу свою вину и пойду с тобой на танцы. Нет, он пойдёт на танцы со мной. С чего это вдруг ему идти с тобой? Посмотри на себя в зеркало. А как же Стрелка? Не трогайте его. Мы виноваты, что были в раздевалке мальчиков. А почему вы кидаете нас танцами? Я думала, мы пойдём вместе. Я хочу танцевать с Дюком. Я буду танцевать с Дюком. Отстань от него, он мой. Мне очень жаль вас. Честно говоря, вы ужасны для него. В любом случае, мы с Дюком уже идём на танцы вместе. И оставьте его в покое. Зачем ему с вами говорить? Но мы популярные! Популярные выскочки. Идём в класс, Джинни. Пошли, Дюк. Что это было? Как он посмел отнять всё наше внимание? Он такой крутой. Я хочу быть таким же и быть в одной тусовке с ним. Ты прав. Надеюсь, мы помиримся. Я действительно стал ухаживать за собой. Продолжал хорошо учиться и заниматься спортом. Моя популярность в школе увеличилась. И появилось много поклонниц. Но я уже выбрал. Это Джинни. И мы пойдём с ней на танцы. Никому не позволяйте вас обижать. И любите себя. О, подожди, 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 дюк. Субтитры подогнал «Симон»!